В прошедший уикенд частичный, но длительный паралич разбил трамвайное движение в Екатеринбурге. Причиной стала просто чемпионская либо наглость, либо тупость автомобилиста, который бросил свою помойку, припарковавшись, если не на самих трамвайных путях, то, говоря языком железнодорожников, отмечавших недавно свой профессиональный праздник, в габарите. Так машину не в габарит поставил. Дело было в железнодорожном районе. Время у остановки железнодорожный вокзал, к ней не сумел подъехать трамвай, двигавшийся со стороны Восточной в сторону управления дороги. Черный гелик с везучим номером, брошенный там, где его вовсе не должно было быть, талантливый рулевой, поставил так, что ни пройти, ни проехать. Пассажиров попросили на выход. Народ у нас вежливый, терпеливый и не злобливый, поэтому ненавистная тачка, которой недружественно вооружает буржуинов Германия, остался целеханик. Никто не прошелся с гвоздиком вдоль всего борта. И так продолжалось с часу пополудни до половины пятого вечера, когда наконец-то прибыл, нет, не водитель, а остро дефицитный по нынешним временам эвакуатор. Тачку наказали заключением на штрафстоянку. Гаишники обещают нарисовать штраф и водителю, который на месте появиться так и не рискнул за те три с половиной часа, в течение которых нормальная циркуляция вагонов не происходила. И, вероятно, Гор Транс, очевидно, не бедному автомобилисту, вчинит нешутейный иск за три с половиной часа простоя с неполучением прибыли. Кто-то суеверный обязательно скажет, что все из-за слишком высокой концентрации чертовых дюжин в одно время в одном месте. Суббота, 13-е, простой начался в 13.00 из-за Гелика с номером 013. Ладно, хоть номер маршрута, гоняющего Сальмаша на 7 ключей, 7-й.